привет клиника кащенко сегодня на месте на кухне мощь и мы завтракаем папе сварила маму каша себе вот геркулес с яблоком и походу как всегда будем разговаривать разговаривать будем обо всем о новом предстоящему годе что уже скоро нагрянет еще не поздно стали правда поздно стали и время уже 11 часов без пяти 11 вот мы начали завтракать ему я еще нажарила колбаски две штучки молочных с яичком с луком яйцом и еще кашем она он счет сегодня проголодался никак воротник не сделала вот колбасы значит уже при придется еще эти за колбасой я не знаю или это отваривать курицу может филе на салат колбаса то почти все молочная она была куплена у меня на салат на оливье вот вообще-то так то я хочу сегодня 29 четверг среда штука среда а баня работает пятницу и воскресенье женские дни это значит послезавтра будет пятница я забираюсь записаться на баню это значит будет 31 но правильно я как раз эти за эти дни сделаю селедку под шубой сейчас вот собираюсь свеклу отварить ее делать быстро оливье я буду 30 наверно делать котлеты я буду делать на тоже 30 в общем 31 я хочу себя предоставить себе возможность сходить баню а это какой-то фильме с легким паром мы с друзьями 31 ходим в баню у меня просто требует организм этой бани парнушечки ну я меду парную сходить а у нас банят с парной у меня веники там правда на даче за веник дорого сейчас 150 рублей веник один стоит даже по моему 200 уже узнать я наверное возьму тут у меня там вниз на на балконе крапива сушеная может и не возьму не знаю но самое главное попариться чтобы косточки памятным от прогрелись и от мякла кожа старая от этого от пара она будет отделяться старая кожа вот потому что все-таки новый год и нам надо снять старую кожу я сегодня прям ощутила как я хочу сходить баню раньше раньше у меня был знакомый один ну была баня на красном октябре и вот я всегда там иногда ходила к нему баню но он бедняга умер начале июня 2 июня от ковида у него не выдержали почки ему 77 лет это был хороший знакомый мой я на красном же работала по сетям по коммуникации по воде и по канализации столько там моих этих сейчас пользуются канализации людей на красном я по канализации ас по канализации я ас это я вам говорю без привлечения я могу сначала сделать план проект даже сосчитать по этому проекту сколько нужно денег какие материалы сделать профиль сделать но сначала значит надо получить тех условия первую очередь куда подключиться по канализации например вот я была как бы в одном лице ко мне обращались а наша организация обращались а за тех условиями делала я их эти условия . подключение давала ну естественно не я давала организация вот это дело у нас было прям вообще поставлена вот по канализации многие сейчас могут мне прям и по воде тем более тоже просто вот сейчас может быть даже я кто-то смотрит они нам подумали ой спасибо вот татьяне что она нам провела все это я вам просто вот без всякого преувеличения говорим так была увлечена вот этой водой канализации по канализации вообще ас я начинала вообще-то все вот это дело у меня любовь пришла водоканали городском там я где-то месяцев 7 на проработала кто меня перевели на красный там было и она сейчас есть электронная карта которую опять я не хвалюсь а подтвердят многие плен ты же помнишь это я делала и надо даже меня сейчас вот если смотрят на нам не вот сейчас машет головой да какими трудами какими через какие ну как сказать там мы даже хотели это дело бросать заводили вот эти сети в программу которая называется ну вот она просто была как бы это была программа по сетям в принципе обычная как бы съемка ну как бы на эту съемку наложили электронные палочки которые можно чертить как угодно но автокад тот же самый наложили автокад то есть на съемку наложили автокад вот тебе программа получился но там она такая хорошая там открываешь например ну ты сначала рисуешь все эти водопроводные причем по канализации там все это тоже есть ой сколько же это я 7 месяцев трудилась над этой картой это было назывался это электронная карта сетевых инженерных сетей препятствий был были в чем что вот эти вот сами муромские которые организовали всю эту программу они были мурами но они были добрые дядечки они постоянно нас приезжали как сейчас помню белых белых брюках джинсовых в белых джинсовых брюках ну это я не знаю это им прям при респект и уважение муромским программистам товарищи воспитанные ой ну ну просто вот таких людей даже еще не видела программисты из мурома как они разговаривают по телефону хочешь по телефону хочешь когда приехали вот они в командировку приехали да нам про эту программу надо всю ее до конца сделать но я тоже такая но ему тоже как говорится надо дать должное терпению и настойчивости моей вот если бы вот это вот этого не было всего моей вот этой вот надо 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 ну то есть вот моя настойчивость она привела к тому что программа была сделана потому что за нее как бы ну никто не брался вот я начала с этими программистами общаться по телефону там еще как вот и мы значит стали с ними общаться и у нас дело пошло мы сначала никак ее же надо по паспортам есть паспорта по всем улицам паспорта что такое паспорта это водопроводные сети или канализации у нас было на отдельном чертеже то есть паспорта открываешь вот например улицу например такая-то заводская там улица первомайская там еще какая-то улица вот ты открываешь ее всю гонишь эту улицу там накалечки схема с тоже съемка уже с нанесенной с нанесенными этими сетями и вот ты ее переносишь в электронку и вот ты рисуешь как в автокаде рисуешь все вот эти линии сначала проводишь как они по левой стороне по правой устанавливаешь вот эти кругляшки колодцы колодцы на водопроводе я имею ввиду они там ставится по углам ну по углам на это самое домов дорог то есть на перекрестке дорог в основном ставится чтобы там можно было переключение сделать всякое вот но если кто-то хочет хотел врезаться то ставили колодцы напротив дома вы представляете какая была сделана работа вот сейчас зайдите в киржаческую администрацию там висит вот эта съемка по воде там сати и канализации вода вот так все наложено это все мое произведение я его называю произведение искусством искусство и вот когда уже мы все это нанесли там по паспортам я нанесла опять я не хочу вот я я я я я я я не хочу так ну просто вот с моей настойчивостью мне было во первых интересно пробили мы все это дело и нанесли и мне стало не интересно после в этом канале мои девчонки до сих пор там сейчас работают я не буду говорить сколько им лет вот на этом значит электронным работают все там и выдают прямо представляешь представляете схемы выдают любых форматов тех условиям делают исполнительную документацию вот все вот на этой электронной карте вот до чего там теперь облегчился труд причем они даже сделал этот начальник я не буду их называть фамилиям он взял как этот ну принтер что ли большого формата и даже теперь вот эти карты печатают вот в администрации большого формата карта висит вот она сделана вот именно на этом принт ну принтере как принтер напечатали и вот меня начать распределили после водоканала туда на красный октябрь как бы мне уже там стало интересно мне вот это вот вся жажда нового нового чего-то я очень люблю осваивать какую-то новую работу правда без всяких прикрас говорю лена она поймет меня леночка тебе привет отдельно ну вот она знает каких трудов нам это все удалось такими трудами ну ладно кашу я съела кашка геркулесовая с яблочком а яблоки я надо доедать смотрите они уже какие это вот пойдет наверное на начинку она видит уже тоже все сушится ну вот вы со мной не соскучитесь я то с одного то другое вот надо бутербродик сделать колбаской такой дорогой сырокопченый знаете наверно первый кусочек я отрежу его есть не буду наш он очень жесткий потому что вот это с людей никогда больше не буду хранить хлеб так вот мы отрезали кусочек я его сейчас положу в нормальный пакет я так люблю тоже вот этот серый хлеб не он нравится но вчера я ходила купила багет это еще лучше мы уже по моему сожрали там у меня остался вот такой кусочек белого на котлеты ладно и вот это тоже пойдет кстати на котлетки я же вчера взяла позавчера то есть творогу так что будем опять лепить матрушки саша не злись кстати говоря ну вот я чтобы закончить с баней то вот с этой вот я не знаю получится у меня нет но мне очень хочется тридцать первого но мне не то что тридцать первого в пятницу запишусь утром на баню наверное запишусь на утро или на день не знаю когда там парильщики самые ядреные ходят там есть такие парильщицы ой 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 они палец очень сильно ну ладно с ними тоже можно договориться как везде нужен язык чтобы договориться ну вот там просто можно сказать но девчонки надо же маленько после вас подождите мы сейчас сбавим порог и посидим в спокойной обстановке просто надо им так сказать и все они же не знают что тебе надо а я люблю спокойный порог ну бог даст я схожу в баньку наверно народу будет сейчас же все все вот это отпариваются все отпариваются мне что-то прям тело вот она просит бани просит в ванну то вон мойся но опасно опасно в такой вот именно мороз тем более у нас сегодня это самое неблагополучно сейчас с окнами мой пойду добавлю горяченькой вот и в общем если бог удаст то банку 31 может быть я наведаюсь помыться баньку 31 а получается только так 31 пятница воскресенье вообще-то можно еще первое второе подожди пятница а 2 не знаю можно 2 там народу быть никого кстати эта идея а может она не будет работать 2 надо будет позвонить короче они скажут мы чё для вас одной будем топить 2 что ли воскресенье то до 31 суббота мужской день второе воскресенье женское но 2 будут ли они работать вот надо звонить туда а то я прям даже 2 думаю сходить а то 31 будет народу много там такие сумасшедшие парильщицы ой они как там сделают пара потом хап и сердце откажет не дай бог так что я люблю одна палец а посидел полежал на полотенчики как следует все отошло от мокла и дальше продолжаешь мыться набираешь там тазики моешься потом еще сходил то есть могу второго надо будет позвонить узнать будут ли они работать только они могут сказать что мы для вас будем что ли для 1 топить ну вообще-то красота саша я тебя приглашаю в парную давай пойдем короче и вот есть такая задумка сегодня я сейчас ставлю свеклу всю поставлю целую кастрюлю свеклу морковь картошку все это я сейчас буду варить селедки под шубой и для оливье все все овощи майонеза вар вот и будем может быть сегодня делать салата но один по крайней мере с селедкой точно надо дел ну вообще-то чё будет то и будет чё тут загадывай да вот я все хотела еще сказать наелся колбаску мы закрываем хорошая колбаточка называется салями салями нежная малаховский комбинат я чё говорю так оказывается меня смотрят просмотров то 30 а подписчиков 23 значит я меня там смотрят выпускает меня youtube то выпускает до всего миру как говорится допускает единственное он у меня убрал монетизацию ну к себе в карман конечно потому что как бы там как то есть такие шуры-муры ну видит канал незащищенный такой бабка что-то там гуробит ладно все молчу да еще в придачу лечебный канал то у меня сегодня вообще позитив вообще позитив не знаю страшный прям какой у меня столько сегодня энергии это вообще это вообще нет я сегодня не выпила ничего я вообще не пью мне нельзя и я просто как бы для расширения вот ну 40 грамм иногда иногда это может пират даже два месяца может быть вот это как когда я расстроился за того что у меня убрали монетизации то сначала я не поняла что убрали но у меня просто мне показался заблокировали меня но когда я там везде пошурушила я же умею это делать не наш какой человек до допытывающийся ой я добытаясь до любого дела если это мне захочется если не захочется то нет я просто ради интереса решила что же там такое они мне показали что надо вот это на контент нажать нажал на контент входишь в эту же ну сначала ты входишь в это видео на которой жалоба поступила вы поняли на которой да где я кручу колесо и мы с вами там готовим в рукаве что ли чё-то нет не в рукаве тут мы другое делали но неважно короче ну где я кручу колесо долго спортом занимаюсь то ну короче на него так какая-то жалоба поступила это он это у меня боты они там подключены ко мне боты это электронные тем человеке они это чисто боты у меня что-то пронюхали потому что как мы не пронюхали они у меня увидели или услышали музыку или вот это то что кино какой-то идет раз ограничили это видео ограничено вот прям там так написано у вас ограничение на это как бы ограничение вот именно на это видео поступила поступила жалоба на использование чужих прав авторских прав на использование чужих авторских зажить как на использование ну да авторских прав на использование чужих но чужих получается авторских прав вот то есть я там включала музыку когда колесо крутила потом я когда готовила включила телевизор между против сначала он был у меня громко там фросе это самая пела то нам еще арию то ну ладно короче я не буду а то опять боты знаете какие боты эти электронные человечки они это все там секунд да не дай бог какую порнографию не дай бог какие-то рекламы делать но рекламы там только если с этого с разрешения какого-то поступит например тебе ну короче говоря там кого уже много этих подписчиков то им бросают рекламу за деньги поняли вот им это вот фирма которая им бросает рекламу сделать мы им платит этим ну как бы этому человеку который вот канал ведет вот цель кстати будет очень интересно видео оно будет пред праздничное хотя я в таком виде но ничего страшного но просто мне вот нравится у меня байковый этот такой приятный такой уютный вообще импортный кстати не советский ладно давайте дальше так вот я хотела чем ты ну извините что я вот все таки как это сказать пенюаре не пенюаре но он у меня нет они разрешается короче в таком виде я могу в нем ходить даже дома ну ну так вот удобно удобно и удобно и удобно и удобно переоделась потом сейчас вот просто мне надо когда я буду готовить естественно я это все сниму но просто сейчас у меня такое вот сейчас позитив я вам сейчас посылаю перед праздником чтобы все настроились чтобы все настроились на этот праздник как его проведешь как ты его встретишь новый год то есть проведешь этот праздник проводишь этот новый старый год который сейчас вот 21 и вот как ты его все вот это сделаешь накануне праздника потом как встретишь и вот это все все у вас так и будет мать и так во первых я хочу признаться вам всем в любви не в любви но хотя бы как сказать я вас всех очень уважаю очень люблю мне очень приятно с вами общаться я очень рада что мне дали все-таки продвижение и мои мой канал все-таки смотрят и дальше там продвижение есть просмотре фиге офигенные ну конечно до 3 до 300 когда дойдет я буду вообще счастлива если 300 просмотров у меня будет это вообще конечно я же получаю от вас тоже вот это вот все ваша это знаете пусть какой-то пусть там например скажут ой какая она смешная там это мне тоже приятно понимаете главное что они меня смотрят и они получают от меня все что я хочу этому миру сказать вот честно сейчас прям честно откровенно говорю меня вот сейчас только поймет одна галя моя подруга она в меленках она меня поймет она говорит что у меня в душе я как артист я и сама это чувствую я как в душе я артист артисты несут людям сами знаете что они несут им свою энергию отдачу от общения с вами да честно вот пусть я такой технарь по как говорится у меня образование высшее техническое я технарь по ходу но мне вот это дало пробивную силу я могу если захочу докопаться до любой до любого дела если захочу этот это уже подтвердит лена с работы которые мы на которые я с ней работала вот леночка вот галочка я знаю на мне смотрит сейчас прослежу слезы пойдут я ее так люблю у нее кстати детишки им всем детишкам здоровья и так же продолжать в том же духе быть вместе с мамой поддерживать папу маму не забывать и про них ведь они дали это сама столько столько дали этим детям в общем галчонок и вам тоже саше вместе ну я имею ввиду мужу твоему и тебе всего самого как говорится всего самого большого дальнейшего счастья вот но я вообще-то хотела дальше что сказать еще накануне вот этого праздника нового года а ну да я дальше хотела бы тоже вот сказать вот кое-что саше он знает все понимает его комментарии комментарии самые лучшие он с так старался делать мои мне комментарии на моем канале я его понимаю что он так разозлился на меня он так старался эти комментарии он прям вот как сочинение писал и пускай он еще будет их писать я надеюсь он там всякие опубликовывал там стикеры там то есть он украшал это свое послание и и он мне хотел доброты и хотел мне своего как говорится кусочка от себя ну вот чтобы я тоже радовалась а я немножко конечно но я немножечко разозлилась может быть на сашу и поэтому так может сказала вот это слово какие-то комментарии и у него вот на это слово какие-то у него получилась обида ну она пройдет я знаю мы с ним обязательно помиримся и не мое дело что он там не хочет например как бы себя открывать это не мое дело это и если он захочет сам он откроется поэтому я еще раз приношу свои извинения саша ты честно от душе чтобы ты не думал да я ляпнула лишнее и сказала что твои комментарии там какие-то это было неправильно они у тебя самые лучшие таких комментариев нигде я не могла встретить никому таких комментариев не писали как как мне поэтому прости меня еще раз и пиши мне обязательно вот писать надо чтобы как говорится не чувствовать это сама обид каких-то не надо вот сейчас если эту обиду оставишь себе так как как бы она вот именно перед новым годом все пойдет как бы в том же как говорится этом и ты будешь после этого ну как бы обида опять какие-то ощущать они их не должно быть этих обид ты должен был понимать что как бы но она это сказала но не со зла же ну чё-то ляпнул и все ну можно было вот просто так вот хотя бы на это ну как бы до обратить внимание свое но конечно я была не права правда потому что я не должна была так сказать человеку если он хочет он сам откроется назовет там чего да как короче все сашка пиши дальше мы с тобой будем обязательно как бы дружить вот мы с тобой мы с тобой одно целое можно сказать потому что ты мне дал крылья вот и я и дальше летаю и буду летать на ведь надеюсь на них короче что я еще хотел там перед новым годом пожелать всем оказывается вот то что я говорила там тоже по политике это все не надо это там бог разберется со всеми ну так вот я поздравляю всех с наступающим новым годом правда честно проводите его этот старый год 21 и встречайте новый не важно там тигры не тигра не тигра это знаешь лично я знаю вот я даже чувствую и знаю двадцать второй год это две это три двойки три двойки вот слушайте меня просто вам скажу это три двойки значит люди будут относиться друг другу с пониманием с добротой все 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 будут они все поймут двадцать втором году вот они будут все партнерами друзьями ну муж и женой там это самое будут муж и жена то есть пары пары образуются двадцать втором году образуются пары у того у кого не было друга или даже друзей у него появится вот увидите обратите внимание на это двадцать втором году у кого не было пары у них обязательно будет пара а никто не будет двадцать втором году одинок обратите на это внимание никто не будет одинок никто а уж как я то не буду одинок и так 40 минут мне хватает этого потому что я побывала с вами и вы от меня получили все что нужно еще раз всем желаю всем желаю просто понимать друг друга и все и все будет хорошо и все наладится до встречи